Напротив здания 33-й школы столкнулись два автомобиля. Виновник ДТП перекладывал ответственность за случившееся на дорожные службы и технику, оставившую на обочине огромные сугробы. Молодой человек уверял, что опыт и водительское мастерство в этой ситуации были бессильны. Не помогли ни черепашья скорость, ни постепенный мелкими рывками выезд. Рассмотреть, едет ли кто-то по главной дороге, было решительно невозможно. 22-летний автолюбитель на Тойоте Приус выезжал с территории автомойки. Планировал свернуть налево и направиться в сторону улицы Ленина. Второй участник аварии, 28-летний шофёр Тойоты Марк 2, ехал по улице Ленинградской со стороны завода Даленергомаш. Объяснения автолюбителей в этом были идентичны. Совпало и то, что предвидеть появление друг друга на перекрёстке автолюбители не могли. Вовремя заметить машину оппонента, каждому мешала куча снега, сваленная у самого перекрёстка. «Товарищ на Приусе, не убедившись в безопасности манёвра, начал выезжать в сторону смена Гамаша. Ну всё, как смог, вывернул, покасательный, зацепил и ушёл в сугроб. Вашу версию». «Моя версия, выезжал из заправки, посмотрел, из сугроба не увидел машину никакую, постепенно начал выезжать и всё, снова резкий удар». Марк 2 хоть и получил скользящий удар, но на кузове остались заметные борозды от капота до багажника. Уходя от столкновения, мужчина принялся крутить руль влево. На скользкой дороге совсем потерял управление над машиной. Её вынесло на снежный бруствер на противоположной обочине. По счастливому стечению обстоятельств во встречном направлении никто не ехал, иначе количество участников можно было умножать на два. Как раз такая авария произошла на этом месте ровно неделю назад. И тогда виновник точно так же утверждал, что всё дело в неубранной с обочины кучи. Воз снега и ныне там. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.